Спортсмены в красном, черном, синим и белом кимоно следуют торжественным парадам. Это открытие Кубка Приморского края по ушу. Более 80 участников от 5 до 100 лет встретились в уссурийском локомотиве, чтобы показать свои навыки в нескольких дисциплинах. Соревнования сегодня не по поединкам. Поединки называются саньда. А у нас сегодня дисциплина кунг-фу и дисциплина таалу. Это выполнение комплексов. Уссурийцы всегда лучше в спортивном ушу. В кунг-фу Владивосток нам составляет хорошую конкуренцию. На соревнованиях уссурийск представили около 50 спортсменов. И порядка 30 ушуистов защищали честь Владивостока. Наши семляки неоднократно взошли на пьедестал почета. Я выступила в Цуань-Шу Тай-Ди. Я заняла третье место. Соперники, конечно, были трудные, но я смогла это сделать и преодолеть. По кулакам у меня первое место, по мячу третье. Палку я еще не делал. Соревновательную программу дополнили показательные выступления от сборной Приморского края по ушу, большую часть которой составляют уссурийцы. Турнир в локомотиве завершающий в году. Но это с какой стороны посмотреть? Кубок Приморского края не является завершающим, он, так скажем, наверное, открывающий, потому что у нас в январе месяце состоится чемпионат первенца Приморского края по ушу, где спортсмены проходят отбор для участия в Дальневосточном федеральном округе. По итогам Кубка Приморского края ушуисты уссурийска завоевали 29 золотых медалей, 35 серебряных и 20 бронзовых. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс.